так добрый день уважаемые друзья добрый день коллеги партнеры видно слышно меня хорошо потому что я уверен что сегодня точно у нас не будет ничего прерываться потому что работаю сегодня из студии которая находится у нас здесь москве хрипит давайте чуть меньше звук я вам всем предлагаю у кого хрипит либо скажем так слишком громко со своей стороны там клик кликнув по и отрегулирует звук самим то есть влево вправо там подвигайте пожалуйста полоску прокрутку звука тогда у вас может будет меньше хрипеть и так далее у нас сегодня плановый вебинар он касается партнерской программы но я не знаю наверно в начале или в конце поговорим о выставке как лучше поступить потому что если я сейчас начну рассказывать я знаю что через какое-то время мы все исчезнете так устроен этот мир посмотри когда-то песня была такая да вот у нас сейчас проходит продолжает скажем так большой ивент в москве да то есть большое событие транспортное мероприятие под названием транспорт россии 2016 то есть выставка которая проходит по сути дела каких-то там 20-50 метров от красной площади ну от кремля соответственно да там от мавзолея те кто помнит москву вот все это проходит гостином дворе большое помещение я думаю что многие из вас то сейчас пришел в нашу комнату видели да вчерашний репортаж и позавчерашний репортаж его сейчас я с вами общаюсь почему может быть еще если вдруг у кого-то подвисает интернет хотя вроде бы все нормально идет с моего компьютера продолжает выгружаться видеоматериала снятые нами вчера да потому что утром я загружал те которые были отсняты позавчера вот мы хочу сказать что когда эти материалы будут выгружены и с ними поработают наши специалисты работающие с видео до касаемо развития нашего проекта как компания рсв так компания skyway капитал данные материалы будут выложены ну я думаю что многие из вас может быть уже с утра смотрели и сибиряков рассказал да общаясь с анатолием дарда чем я низким на выставке потому что сегодня нас там представляет сам генеральный конструктор анатолий дарда еще низкий и сегодня на территории выставочного комплекса практически людей ну как можно сказать минимум да потому что на каждом выставочном стенде должно располагаться не более двух человек у нас их будет четыре но удивление да то есть везде по два а у нас 4 анатолий дарда ч сергей сибиряков должен быть виктор бабуин и один из представителей нашего белорусского предприятия андрей который будет скажем так отвечает за передвижение транспортных средств в уменьшенном масштабе 1 10 который у нас там да ну и будет отвечать на вопросы касаемо по технологии сегодня на мероприятии с 10 утра до 3 запланировано посещение выставки транспорт россии 2016 дмитрий медведевым я думаю что большинство из вас помнят да эту историю вот видели ролики кстати те кто видел видео с медведевым 2009 год поставьте цифру 1 чать чтобы я понимал вот людмила виолетта ирина владимир ванна надежда то есть ему по крайней мере большинство тех кто находится сейчас комнате это видео видели данной соответственно вы видели там не только дмитрия медведева правильно которому это все рассказывалось и который рассказывал технологии вы видели и господина морозова вот нам посчастливились в этот раз опять встретиться с морозовым до сибиряков его кулуара скажем как данного мероприятия обнаружил привел на наш стенд и в принципе морозов был на нашем стенде где-то там немногим более 10 минут по вспоминали да посмотрели что у нас есть на сегодняшний день вот я думаю многие из вас тоже заходили в раздел новостей и видели интервью морозова кто не видел просто поставьте минус если вы не видели за интервью с морозовым с губернатором ульяновской области вот можете поставить минус нашем чате как я понял у нас все очень внимательно следят за событиями то есть видели все до левитин да то есть левитин в принципе приходил и в предыдущие дни то есть он как бы на короткий промежуток времени подбежал и ушел вот я вам сейчас бросил ссылку скажем так с новостей из личного кабинета рсв да где рассказывается непосредственно точнее там где дарья наша который ведет новости берет интервью у господина морозова вот вы можете посмотреть внимательно она задала вопрос касаемо там догоним-берегоним и так далее да что еще хотелось бы отметить вчера целый вечер ждали посещения всех стендов министром транспорта российской федерации но как говорится свершилось да то есть это в районе 7 часов вот ближе к 7 лет без 15 7 министра транспорта россии соколов до максим юрьевич он пришел к нам на стен ну это же выслушал там в течение может быть трех-пяти минут то что рассказывал среди сибиряков то есть он обратил внимание на ролик который был отснят очень сжатый срок до который демонстрирует испытания юнибайка на территории полигона под москву в этом в минской области до возле города марина горка вот ну и сергей сибиряков сказал что смотрите московские пробки вот сегодня опять же да я вчера передавал с выставки когда с вами общался сегодня снова ехал через кольцевую дорогу вокруг москвы и та же самая картина идет небольшой снежок а машины в одну и вторую сторону стоят шесть рядов вот как я вчера уже говорил система глонасс есть такая да то есть они находятся недалеко от нас там они причем почему-то у него системы у выставочного стенда системы глонасс стоит болит формула-1 команда аллен от аллена просто я вчера сфотографировался возле этого болида вот там ну по сути дела конечно интересно они все говорят о безопасности да они говорят о том что данная система нам нужна вы конечно навигационная система глонасс решает очень много вопросов и в информационном до поле потому что от москве все пытается ввести где-то ввели где-то она работает где-то ломается что люди на остановках могут стоять и табло им сообщает информацию о том через сколько минут приедет какой автобус там то есть время ожиданий так далее так далее вот но опять же действительно ни одна скажем так система которая дает полную информацию даже там о погоде или о чем-то еще не может решить проблему пробок вот наш транспорт на что сделать акцент тоже сибиряков сергей да когда рассказывал и министру транспорта и тем кто посещал скажем так наш тем перед ним вот вчера были представители компании nokia московского представительства до которые говорил сибиряков многие из вас наверняка слышали да сейчас компания nokia планирует круто развернуть скажем так сферу своей деятельности и они ищут куда бы себя применить этом ни для кого не секрет что и у самсунга такая идея возникала до утеры с рынка мобильной связи уйти с рынка смартфонов и планшетов потому что очень трудно бороться с китайскими компаниями которые сейчас выходят и примерно такое же оборудование предлагают к реализации как у самсунга там у ведущей скажем так производителей в прошлом потому что вы помните да первый кто начинал там это были motorola потом появились там nokia alcatel да а потом их потихоньку подвинулись рынка iphone и ipad и ну и производители скажем так из китая который сейчас каждым годом становится все больше и больше они уже предоставляют качественное скажем так оборудование а по цене она по себестоимости дешевле поэтому самсунг и nokia например не выдерживают конкуренции в этом направлении и у nokia есть большое желание найти куда же они могут влезть да и вот вчера сибиряков очень красиво им рассказывал о том как будет выглядеть транспорт будущего да вот и кстати если вы вы знаете все у nokia есть connecting people то есть они занимаются коммуникациями объединяя людей а у нас транспортной отрасли мы тоже можем объединять людей благодаря нашей транспортной системе под названием транснет под названием skyway соответственно почему нет может быть nokia станет нашим каким-то одним из партнеров в направлении развития мировой сети транснет у них есть большие наработки в сфере информационной деятельности до сфере скажем так рынка информации а мы в транспорте поэтому если все связать грамотно да я не говорю что это уже произошло но вчера не очень внимательно слушаю и наша ниша действительно транспорт второго уровня да вот то что мы говорим пока не занята никем сибиряков тоже приводил пример до что общались скажем так сотрудниками минтран сообщались с теми кто предлагает скажем так решать вопросы по железной дороге по другим видам транспорта и все они говорят о том что на второй уровень подниматься никто не собирается мы там собираемся делать более совершенные какие-то транспортные средства которые будут есть по тем же самым дорогам которые скажем так переполнены транспортными средствами вот то есть перспективы очень большие что еще хотелось сказать по выставке сегодня последний день сегодня скажем так там присутствует господин медведев я вчера края муха слышал там возле павильона татарстана что опять же будут как-то сказать пытаться активировать проект под названием москва-казань да все слышали дань он есть те кто не знает об этом проект те кто не знает просто минус поставьте я уже слышу про него больше двух лет до о том что построить высокоскоростную дорогу между москвой и казани ввалить туда порядка 40 миллиардов долларов вот стоимость данного проекта он потихоньку вроде бы заглох средствах массовой информации да вот он периодически возникает потом куда-то пропадает но как сказали на павильоне татарстана что нет там геодетические работы еще какие то то есть они ведутся постоянно да и данный проект сейчас скажем так собирается вся документации вроде бы подводится к логическому концу то есть если утвердят строительство этого высокоскоростной трассы до соответственно приступит к строительству этой трассы 700 с небольшим километров от москвы до казани будут строить около четырех лет вот и на это все уйдет огромная сумма денег два года назад после мероприятия на тех на котором опять же был медведев до было на нем ровно 10 минут потому что мы присутствовали тоже с компании на данном форуме это бывшие бывшие территории завода москвич но одно могу сказать от себя да то есть медведев я я тоже не был в момент посещения медведева на выставочном месте потому что тогда тоже было так два человека не более да но медведев не подходил вообще никому хотя бы здоровый павильон там кого только не было там начиная с хуавея и глонасса да и заканчивая скажем так огромным количеством представительств целого ряда регионов российской федерации то есть там о транспортным каким-то вопросам так далее медведев подошел китайцам перед этим было скажем так совещание с премьер-министром китая перед тем мероприятием четырнадцатом году вот там озвучили опять проект строительства дороги между москвой и казанью и вот медведев зашел как мне рассказывали с большой свитой и с большим количеством невысоких китайцев они вот так вот окружив его добежали до павильона команды фирмы компании сирэйч который занимается строительством высокоскоростных железных дорог эксплуатации данных дорог до поговорили там немножко пофотографировались пожали руки медведев ушел с выставки но сегодня вроде бы за за там запланировано какое-то заседание да то есть правительство до который будет возглавлять дмитрий анатольевич медведев то есть там будут решаться какие-то вопросы но я так понимаю транспортные в первую очередь должны мы еще узнаем эту информацию потому что там у нас есть представители вот но по крайней мере самый главный представитель анатолий дарыч юницкий там и в принципе посещение юницким москвы это не только выставка которая там сейчас проходит но еще и какие-то важные переговоры потому что после того как закончится посещение премьер-министра анатолий эдуардович с выставки уйдет и у него уже назначена встреча в москве вот таким вот образом вот таким вот образом ну по поводу роста медведева и китайцев но тут дел не в этом как бы физические данные человека но это не самое главное наверное да и важно другое то есть чтобы скажем так общение медведева с теми кто принимает участие в выставке не было формировано нормальным да вы знаете как он бывает что вот человека ведут которым безразлично где-нибудь по какому-нибудь помещению дать что-то рассказывают те которые вокруг а ему все равно главное чтобы с душой отнесся потому что вчера министр транспорта скажем так мы по крайней мере делал лицо что у него есть интерес к тому о чем ему говорят вот таким вот образом поэтому звук виснет возможно это интернет на вашей стороне екатерина да а возможно это потому что у меня сейчас докачиваются фотографии докачиваются видеоматериалы точнее который мы вчера отсняли на выставке вот последний файл качается они все большие вот это заняло больше двух часов времени для того чтобы выложить на файл обменник чтобы наши сотрудники могли зайти скачать эти файлы обработать и уже скажем так в удобоваримом виде вам это выдать потому что это сырой материал из которого нужно сделать конфетку да как мы говорим так вот важно чтобы чиновники которые вчера приходили к нам на наш стенд и позавчера и сегодня которые будут да потому что но вы понимаете если будет присутствовать премьер соответственно должны подсуетиться как минимум несколько губернаторов до которые должны приехать по крайней мере показать что им тоже интересна тема транспорта и так далее так далее вот спасибо морозову который приехал ему это действительно интересно вот да он пришел на наш стенд вы говорю что большинство из вас видели те кто не видел ссылочку пожалуйста в чате нашем найдите себе по ней потом кликните и посмотрите новость которая уже выложена у нас на сайте кстати довольно большой ролик который опять же демонстрирует беседу виктора бобурина с морозовым да потом сергей сибиряковым как он смотрел наш стенд ролик про испытания и на действующей модели 1 10 юнибусов он сейчас как раз сегодня только закачался его должны будут обработать вот и потом выложить опять же в общей в общей доступной скажем так средства наших на канале тебе на канале youtube по поводу патриота не патриота да действительно важно чтобы люди которые занимаются развитие той же транспортной отрасли да еще душой за это болели да по морозову видно вот вы написали что морозов патриот вот рядом с нами кстати я вчера показывал находился стенд росавиации рядом с нами находился стенд ространснадзора и минтранса вот минтранса они в принципе отдельно у них как бы так экспоната этого не было но были очки виртуальной реальности дошли где они демонстрировали строительство крымского моста который там идет сейчас 8 8 участков которые строятся да для того чтобы у нас было железнодорожное автомобильное сообщение между таманию и крымским полуостровом вот ну и пропускная способность этого моста как сказал соберегов в сутки меньше чем скажем так если построить одну трассу skyway такой же протяженностью между таманию через керченский пролет вот таким вот образом дальше были представители из челябинска который имеет отношение к руководству интересовали задавали вопросы все с кем там были подписаны когда-то договора и так далее алексей суходович не пообщался позавчера был министр транспорта маска московской области да то есть тоже проявил большой интерес сотрудник еврокомиссии до первый же день после того как выступил на церемонии открытия где-то часа через два появился на нашем стенде и пообщался заместитель генерального директора по развитию с виктором бабуриным на английском языке была такая живая беседа живой интерес проявлены да вот у него у него интерес читался глазах со стороны интересно наблюдать за людьми которые приходят задают какие-то вопросы да и ты со стороны видишь насколько эти вопросы заданы формально да либо действительно человек интересуется огромное количество посетителей на выставке было и наших инвесторов и те которые интересовались просто технологии там кто-то с открытыми глазами и так далее конечно были те которые пришли взять какие-то буклеты просто знаете который собирает в кулек все что лежит на стенде вчера даже спросили а нет ли у вас ручек и блокнот я сказал ну мы ручки не 7 вот таким вот образом ну и что мы ждем от того что были на этой выставке да наверняка мы ждем скажем так целого ряда переговоров потому что были как я говорю представители целого ряда регионов областей вчера была интересная беседа которая тоже сейчас закачивается представитель российских железных дорог скажем так часть их которые находятся в районе кузбасса там и восточный и немножко ближе посмотрел грида я видел на инотрансе да я видел там да хорошее дело и так далее так далее есть целый ряд проектов на том же кузбассе которые мы горит в принципе решить при помощи железных дорог либо автомобильных не в силах потому что говорит строить автомобильную дорогу для перевозки там как какого-то сырья это очень дорого да вот железную дорогу строю там как бы местность неровная рельеф не очень хорошая это около 40 километров петли это тоже очень дорого где-то ваш игрит транспортная система как раз подходит для целого ряда проектов которые есть в том регионе в регионе кузбасса вы знаете таких действительно регионов у нас огромное множество если взять только россию а если поговорить скажем так и посмотреть что где в мире добывается да где куда нужно доставлять их сотни тысяч вариантов строительства дорог по технологии skyway на территории государства весной следующего года состоится большой-большое мероприятие на территории к технопарка когда уже будет скажем так готова городская трасса уже полностью до трассы юнибайков грузовой терминал и будет возможность у наших инвесторов посетить территорию к технопарка и увидеть все своими глазами данное мероприятие будет готовиться сейчас мы завершим год то есть высока вероятность что еще вот в этом декабре до нового года будет целый ряд важных встреч вы все видите вы все знали что у нас был целый ряд форумов да то есть инотранс 2 в белоруссии в австралии вот теперь у нас здесь москве проходит этот форум ну и демонстрация которая состоялась в минской области на территории к технопарка это тоже большой большой плюс да теперь есть что показывать и вам кстати показывать тем людям которые по-прежнему скептически относятся к развитию нашего проекта и кстати тема нашего сегодняшнего вебинара это партнерская программа до информация о которой мы сейчас с вами говорили они она вот прямо встраивается кто-то информационный блок который можно давать людям вот интересовавшись да нужно ли им что-то в жизни менять не в плане даже того что что ты знаешь про развитие транспорта в россии да там что ты знаешь про развитие транспортной отрасли в мире он может вообще ничего не знать но вы можете четко знать что у человека есть вот такие то вопросы которые хотел бы решить и дать ролик сказать ты знаешь вот есть интересная информация хотя бы тебя с не познакомить посмотри ролик две минуты вот и потом я на тебя выйду мы с тобой поговорим а когда выйдите и поговорить и знаю его проблем с как ты знаешь твои проблемы решаются технологии интересно я сам скажем так сейчас не разобрался и стал приверженцем давай с тобой встретимся на таком-то мероприятии там востоку то вот тебе ссылка вам не надо никого уговарить вам не надо никому ничего доказывать вам нужно просто напросто дать что-то что человека может заинтересовать это целый ряд видеороликов касаемые развития нашей технологии вот уже сейчас до которые произошли не тот ролик когда мы показывали полигон в озерах да там 2002 там или в каком году он снят вот а те ролики которые есть сейчас те ролики которые демонстрируют что мы и не только выжили да хотя нам огромное количество людей прочило скажем так что три-четыре месяца и от вашей компании ничего не останется особенно это говорили знаете амбициозные сетевики которых скажем так не сдвинешь направлении того что они вот вырубили себе скажем так узкий коридор да то есть одели шоры как у лошади и вот в одном направлении двигаются им сказали что ни в коем случае не не слушай информацию снаружи ты вот или у нас успешен или не успешен нигде они добились успеха таким образом до мотивирую людей вот его опасаясь за то что люди могут увидеть что-то еще они всем говорят то что только мой проект крутой а у вас все ерунда у вас нет товара у вас нет там чего-то еще и не имея товара обычного либо услуг вы вот-вот развалить такую информацию обычно говорили сетевики которые занимаются с физическим продуктом то что скажем так сетевики помешались на виртуальных проектах да есть в этом что-то но опять же есть огромное количество тех которые не прыгали вот в эти скажем так информационные ямы там есть нормальные проекты виртуальные есть не совсем есть совсем непорядочный да куда скажем так бросаются с головой люди голодные дать до денег потому что у них не получилось в реальном скажем так секторе работать с товарами и услугами которые есть но денег они очень хотят они прыгают туда главное успеть первым и прочее прочее но опять же не нужно на них обижаться если они это делают да с другой стороны большинство людей достигших успеха в млм компаниях это тоже не безнадежная ситуация потому что практически всех из них до руководство их же компании направляет и рекомендуют читать книжки по финансовой грамотности большинстве компаний которые занимаются развитием бизнеса приглашают на какие-то крупные события специалистов в финансовой сфере специалистов в сфере мотивации специалистов в сфере обучения финансовой грамотности то есть тот же роберт киосаки тоже буду шефер периодически приезжает и выступают на крупных форумов целого ряда млм компаний и все они говорят ребята вас классный бизнес вы молодцы вы добились успеха вы уже скажем так ваша сковородка до касаемо скажем понимание бизнеса и так далее она очень широкая позвольте себе занимаясь бизнесом которым вы занимаетесь до использовать часть денег которых вы заработали на те инвестиции которые не требуют вашего вложения времени да но те инвестиции которые приумножаются без вашего действия и некоторые стивики это понимают я не могу сказать что их будет много причем работа сетевиками это довольно сложная работа тем более сетевиками успешными вот работать с неуспешными сетевиками но фанатами которые пришли там от первого месяца до первого полугода до которым вбили в голову как классно все он горит он ничего больше не видит вообще практически бесполезное дело потому что человек еще ни разу не обжегся человек еще скажем так горит перемотивирован порой да но тем не менее нельзя пройти мимо него не предложить эту возможность который есть у нас потому что все таки среди них есть те у которых еще скажем так родничок на голове не зарос в плане получения информации до что у них череп сформировался где-то на полгода они в принципе для любой информации закрыт просто предлагайте возможности у вас потом скажем так не будет чувство недосказанности да и чувство вины перед теми кого бы вы хотели видеть здесь кого вы хотели видеть успешными давайте информацию о развитии нашего проекта будут они слушать не будут слушать это же их дело что хотелось бы еще добавить то что в принципе действительно вот эти форумы которые прошли до то что технологии было продемонстрировано и прочее это еще сигнал к тому что если вы хотите действительно зарабатывать по партнерской программе если вы хотите построить большую структуру вам не нужно сломя голову бросаться но просто нужно понимать друзья что активные действия нужно предпринимать уже сейчас да вы знаете что у нас есть 15 этапный план развития нашей технологии вы знаете что у нас есть скажем так этапа на кота с которых мы уже ушли и перешли на восьмой этап и на каждом этапе предусмотрен определенный перечень работ на которых нужно финансирование соответственно если сейчас появится два три четыре крупных там венчурных фонда либо что-то еще финансирование может прийти в таком размере что мы можем перескочить например с восьмого этапа сразу там на 13 да а может быть на 14 может быть на 12 зависимости от количества денег которые придут потому что бизнес-план предусматривает что нам нужно было собрать там 300 с лишним миллионов долларов начиная с 13 года с 14 сначала инвестиции привлечения до инвестиции идут некоторые говорят а вот если вам сейчас сразу денег дать и на выставке то такие же вопросы были да вы что уже там через месяц можете выкатить сети ну мы не сможем выкатить через месяц потому что есть технологический цикл есть определенные скажем так работы которые идут выполняются по очереди да то есть для того чтобы скажем так это все показать сначала нужно что-то построить и у того что мы строим тоже есть определенный цикл действий но если деньги придут соответственно финансирование на эти работы уже наперед будет обеспечено поэтому дисконты могут быстро измениться они могут не пропасть совсем ближайшее время да но вот если сегодня минимальный уровень доходности 30 кто его знает если придут сегодня скажем так большие суммы денег минимальный уровень доходности может снизиться до 20 до 15 раз до 10 то есть все зависит от того что сейчас будет делать но анатолий дар еще низкие оптимисты мы в принципе оптимист мы были на этом мероприятии действительно приятно было ощущать следующего я помню 14 год на выставке на который был у меня у нас там был стол чуть меньше чем вот этот и еще пол стола то есть две скажем так независимые конторы назовем так делили скажем два стола три стола пополам стоял просто монитор да на котором крутились ролики записаны в начале нашего тысячелетия это что у нас было на полигоне в озерах вот и были буклеты который был прописан второй этап и третьего там был расписан до что нам нужно сделать что мы планируем сделать сегодня у нас вот те кто видел наши стенды в берлине и в белоруссии да там присутствовали просто большие модели юнибусов и юнибайка соответственно он был немножко больше по площади но здесь у нас приличный стенд модель 1 10 да то есть но несравнимо вот мои ощущения свои могу передать да что было тогда и что сейчас если тогда мы стали скромны где-то там метров за 200 от нас стоял вдалеке рулап до возле которого один из дней сергей сибиряков что-то рассказывал наши технологии то здесь у нас были скажем так и место а где люди могли прийти сесть и общались и переговоры кит проводили виктор бомбурин с некоторыми людьми серьезными пообщался сидя спокойно разговаривал технологии тогда то есть ощущение внутренние как мы выросли непередаваемо ну и конечно же настроение отличное потому что перспективы очень серьезно вот это то что я хотел рассказать о выставке свои нервных впечатления и эмоции вот то что я видел да возможно даже что-то упустил потому что но вот так в голове с собой не было блокнота что мы записывать визитки мы собирали то есть там были разные предложения сибиряков говорил про представителей и городской области да то есть руководящего скажем так звена относящиеся к транспорту они долго задавали вопрос по поводу как у нас это можно применить им вспомнили что у нас есть аван проект от пулково до купчина то грида будет очень здорово вот пулково предложить горит они может быть сами видят проекта у вас оплатили вы потому что им удобно чтобы скажем так увеличить пассажиры поток и увеличить скорость доставки людей от метро например до аэропорта аэропорта при этом скажем так люди совершенно спокойно будут добираться в течение там нескольких минут пару пару десятков минут вместо того чтобы сейчас горит лепить вот этот аэроэкспресс каким-то образом железную дорогу отводить или там отдельные автомобильную дорогу строить то есть это гораздо дороже ли то ваш проект как никогда подходит для этого и вот таких вот скажем людей было на думаю больше десятка за эти два дня до который имеет отношение к транспортной сфере которым действительно интересное решение предлагаемые линистки на нашей компании так что перспективы большие интерес нам проявлен тоже большой я думаю сегодня на выставке еще будет целый ряд важных встреч вот если они будут перед с берегов обязательно выйдет перископ и все-таки я думаю на нашем мероприятии нельзя пройти мимо темы которая записана да у нас в расписании вебинаров я бы хотел сейчас еще раз включить ролик про маркетинг план нашей компании вот и как я говорю он не потерял свою актуальность он может быть даже стал более острой важность данной информации важность действий которые может сделать каждый из вас заработать денег еще до того момента как мы выйдем на рынок транспорта инвестиций стать успешным независимым ни от чего человеком вот спокойно перемещаться по миру гордо ощущая в себе скажем так одного из тех кто приложил усилия к реализации технологий который изменит весь наш мир к лучшему поэтому я предлагаю 7 с небольшим минут ролик ну если будут какие-то вопросы вы еще сможете задать после ролика и привязки к маркетинг плану и возможно скажем так по выставке да что-то и вот может вспомнить благодаря вашим вопросам поэтому я ненадолго прощаюсь но партнерская программа компании skyway капитал представлена согласно восьмому этапу развития квалификации партнерской программы клиент партнер консультант лидер мастер эксперт топ эксперт клиент любой человек который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете является клиентом клиент может изучать информацию которая расположена в личном кабинете задавать вопросы технической поддержки партнер после подписания партнерского соглашения клиент получает статус партнер партнер может рассчитывать на следующие вознаграждения от суммы инвестиций в своей команде с четырех уровней с первого пятнадцать процентов со второго четыре процента с третьего два процента с четвертого один процент средства зачисляются на бонусный счет их можно обналичить консультант условия выполнения квалификации объем личных инвестиций не менее 100 долларов в первом поколении есть минимум два человека с объемом личных инвестиций не менее 100 долларов объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 300 долларов Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С пяти уровней. С первого – 15%, со второго – 5%, с третьего – 3%, с четвертого – 2%, с пятого – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 200 долларов. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 2000 долларов. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С шести уровней. С первого – 15%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 3%, с пятого – 2%, с шестого – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус – на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 1000 долларов. В первом поколении есть минимум 3 лидера, с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 5000 долларов. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С девяти уровней. С первого – 15%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%, с седьмого по девятый – полпроцента. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 5000 долларов. В структуре есть три мастера, два из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее с учетом личных инвестиций – 10 тысяч долларов. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде до 20 уровня. С первого – 16%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%, с седьмого по девятый – полпроцента, с десятого по двадцатый – две десятых процента. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее 10 тысяч долларов. В структуре есть три эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 30 тысяч долларов. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С первого 17%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый полпроцента, с десятого по двадцатый две десятых процента, с двадцать первого по двадцать четвертый одну десятую процента. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. За купленные с шестого по девятый пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с десятого пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости девяти пакетов. За купленные с одиннадцатого по девятнадцатый пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с двадцатого пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости девятнадцати пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный, с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода 30 долларов и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода 15 долларов. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат. До 17% от лично привлеченных инвестиций. И от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса «Лидер» в качестве поощрения. Итак, друзья, вот такой инструмент замечательный у нас с вами есть. Это если говорить о маркетинг-плане. Скиньте ссылку, скиньте ссылку. Ссылку на что? SGAGIC. Вы можете найти видеозапись нашего маркетинг-плана на нашем канале Skyway Capital. На YouTube. Заходите на YouTube, набираете Skyway Capital. И попадаете на наш видеоканал. Там большое количество информации разное. Причем, уже, скажем, этот ролик, я думаю, с субтитрами переведен уже на целый ряд языков. Кто-то приветствует Барту. Если она здесь, я тоже ее приветствую. Сегодня буду формировать расписание на следующую неделю проведения живых мероприятий. Ну и, в принципе, вам скажу здесь. Если вы планируете развивать бизнес, зарабатывать деньги. Достаточно хорошо работают живые презентации, которые проходят в регионах. То есть, в городах, если в вашем городе проходит живая презентация, постарайтесь на нее приглашать потенциальных партнеров. Потому что, ну, наверное, живая беседа все-таки это живая беседа. Хотя онлайн-мероприятие, это тоже ценно, потому что людям не приходится покидать, скажем так, пределы своего жилища даже, где они себя чувствуют комфортно. Вот. И получить информацию. Не всегда, скажем так, это связано с тем, что они прослушают полностью информацию. Потому что дома всегда есть на что отвлечься. Начиная на кота, который неожиданно подошел и решил поиграть, собаку, которая трется возле ваших ног, детей ваших, которые могут вас отвлекать, жен или мужей, но тем не менее. Те, кому это интересно, они, в принципе, информацию посмотрят, послушают, да, и зададут свои вопросы. Все важно, насколько человеку сегодня остро стоит вопрос решить что-то в его жизни, что стоит перед ним. Так, какие у вас есть вопросы, коллеги? Ну, что сейчас вышел в коридор, да, буквально на несколько минут здесь, и уже Дарья собирается ехать на выставку. Сегодня, возможно, удастся записать интервью с кем-либо, да, из важных гостей, которые могут оказаться у нас на стенде. Флешку как раз. Все закачалось. То есть, только что закачалась информация, касаемая, снятая вчера, да, и последний ролик как раз был тот, который про общение с министром транспорта Российской Федерации. Я думаю, его обработают и выложат, наверное, в первую очередь. Так. Есть ли у вас какие-то вопросы, коллеги? Еще добавлю следующую информацию. Это, наверное, в первую очередь для тех людей. Есть ли, кстати, москвичи и подмосквичи? Просто вот дайте мне такую информацию в чате. Плюсики поставьте, и статьи такие есть. Вано с удовольствием бы прочитал, но не обладаю такой быстрой возможностью, скажем так, переводить, сравнивать с буквами, которые есть на русском языке. Только один Вадим из Москвы, да, тогда скажу, что у нас завтра, мы делали рассылку в начале недели, у нас завтра будет в Москве мероприятие в 17 часов гостиницы Татьяна, где Виктор Тарасов будет рассказывать о финансовой громадности, кстати, да, и о технологии Skyway, какое оно место занимает на рынке венчурного инвестирования. Вот. Вот текст публикации, кстати, только что выложили в новостях по поводу руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Игоря Митсука, да, вчера мы стояли, разговаривали, как раз-таки общались с этим человеком, вот, и министр Соколов, да, вот эта новость сейчас выложена в интернете, я думаю, что там фотографии, в первую очередь, видеоматериалы сейчас как раз-таки я залил и буду передавать в Минск, буду передавать нашим специалистам. Вы знаете, что касаемо связи с выставки, да, то есть мы пользуемся тем интернетом, который нам предоставляют там, самой что-то принести туда, ну, нет такой возможности. Вот на Инотрансе был хороший интернет, на Транспорт России 2016 плохой интернет. Причем он то был, то его не становилось, как-то вот он работал в интересном формате, я первый раз сталкиваюсь с таким. Смотришь, хороший сигнал, только начал говорить, хоп, его нет вообще. Хорошо, что мы предусмотрели, и у нас были как бы устройства, и установили туда приложение Мирополис, благодаря им мы смогли выйти в интернет. Причем вчера один из репортажей, мы собственно в интернете выходили, потому что, скажем так, несколько сетей, которые были на территории данного выставочного комплекса, они тупо не работают. Все, в принципе, предусмотреть невозможно. Итак, друзья, завтра у нас будет Виктор Тарасов, также для москвичей сообщу следующую информацию, что в следующую среду, 7 числа, 19.30, гостиница Татьяна, очередное мероприятие, и сегодня вместе с рассылкой новостей и дайджестом, то, что произошло за неделю, придет и рассылка по базе о нашем московском мероприятии. Так что смело можете заходить, записываться, и будем рады с вами пообщаться, расскажем о том, что было за последние несколько дней, и, возможно, мы будем знать уже к этому времени ближайшие планы, что должно происходить важное в обозримом будущем. У меня, наверное, на этом все. Хочу вам сказать спасибо, что были сегодня на нашем вебинаре. Я думаю, каждый день проходит вебинар, на котором дается какая-то новая информация. Следи за ними, приглашайте своих потенциальных партнеров, тем, кому может интересно развитие нашего проекта. Потому что у каждого из вас есть те, которые сидят сейчас в гнездах на своих деревьях и смотрят, что мимо них проходит. Вот. Таким вот образом. Всем хорошего дня, хороших выходных. Очень интересная информация с выставки «Транспорт-2016» из территории наших конструкторских бюро и территории Экотехнопарка. Всем желаю, скажем так, своими глазами видеть то, что в ближайшее время будут происходить важные события, мероприятия, реализации нашей технологии. Но все ближе к тому, чтобы это выдать на горах, как говорят шахтеры, да? Вот. И потом развиваться уже на территории всего земного шара. Всем этого желаю. Всем желаю еще раз здоровья, любви и денег, хорошего настроения, оптимизма вам побольше. Снега, если он есть в ваших краях, белого, чистого, да? Ну и у кого позволяет, скажем так, здоровье, настроение на выходных покататься на коньках, санках или лыжах, что я собираюсь так и сделать.